Так, мне не терпится продемонстрировать вам эти серьги в профиль. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас классический английский замочек. Посмотрите, вот до характерного щелчка застегивается эта сережка. Мы видим, какой великолепный каст у этого ювелирного изделия. Посмотрите, какой он возвышенный и к тому же еще ажурный. Ничего себе! Я в восторге! В восторге, безусловно, серьги выполнены в технике барокко. Я люблю, когда у сережек такой необычный каст. Это значит, что они в профиль будут смотреться тоже интересно. Есть ювелирные изделия, которые теряются в профиль. Не в этом случае. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь будет очень любопытно даже изучить это ювелирное изделие и в профиль. Сейчас я вам еще хочу продемонстрировать пробу. Посмотрите, на обратной стороне застежечки на ножке у нас есть проба. На каждом нашем изделии имеется проба, потому что мы не предлагаем вам бижутерию. Мы предлагаем вам только ювелирные изделия. Драгоценные металлы, в данном случае серебро, богатое, скупанное в золоте 585-й пробы. Ах уж эти бриллианты! Милые женщины, посмотрите на эти роскошные бриллианты. Издали заметные, великолепные, восхитительные камни. Вы, наверное, думаете, что я оговорилась. Нет, ни в коем случае. Да, у нас в данном случае фианит. Это написано и в листочке информационном, это написано и в паспорте данного изделия, ведь паспорт приезжает с каждым нашим украшением. Но кто-нибудь, кто-нибудь, даже профессионал, даже специалист, сможет, посмотрев невооруженным глазом, сказать, что это, бриллиант или фианит? Я с уверенностью вам говорю, нет, не сможет. Почему не сможет? Потому что недаром фианит называют младшим братом алмаза. Ведь по своим физическим показателям он приближен именно к алмазу. Посмотрите на эти великолепные переливы. Вы видите этот блеск? Собственно, это эффект дисперсии, эффект светорассеивания, если говорить более простым языком. И этот эффект у алмаза и у фианита одинаковый. Там разница всего лишь в пять тысячных. Но никто, никакой специалист невооруженным глазом эту разницу не увидит. Она недоступна для человеческого глаза. Более того, обратите, пожалуйста, на ограночку. Форма фианита у нас круглая. А ведь именно под круглым бриллиантом подразумевают, собственно, бриллиант в Европе. Если вы в Европе скажете бриллиант, это значит алмаз в круглой форме. Все остальное это алмазы в любой другой огранке. Круглая форма позволяет камню передать всю его игру, максимальную бриллианцию, раскрыть весь его потенциал. Посмотрите, как постарался огранщик. 57 граней в полной бриллиантовой огранке. Это великолепнейшее изделие. И тут, конечно, работа ювелира тончайшая. Не забывайте, что оплачивая ювелирные изделия, вы оплачиваете не только металл и камень. Вы оплачиваете дизайн и работу мастера. Огранщику, конечно же, благодарность. Он постарался на славу, чтобы вы сияли, сверкали в этих сережках. И стали, милые телезрительницы, еще краше. Посмотрите, какие вспышки ловит этот камень. И большие, яркие, заметные. Это вспышки от верхней, самой крупной грани. Называется она площадка. И маленькие вспышки от каждой грани. Тут у нас фацетная ограночка. Великолепное произведение. Действительно, настоящее произведение ювелирного искусства. И более того, ведь именно в таком дизайне выполняют золотые изделия с бриллиантами. Недаром я этот камень вначале говорила исключительно как о бриллианте. Никто никогда не скажет точно, фианит или бриллиант. Потому что они на вид равнозначны. По своим физическим показателям равнозначны. И у меня складывается впечатление, как будто бы из какой-то коллекции царской семьи, из музея привезли нам это ювелирное изделие. Ангелина. Какое вот нежное, аккуратное название. Мне кажется, действительно, вы себя почувствуете настоящим ангелом во плоти, надев эти серьги.